Здравствуйте! Эфир канала Россия 24 продолжает рубрика интервью. Я Марина Конодакова. Уже несколько недель в России действует новый закон, направленный на защиту денег банковских клиентов от кибермошенников. Ну а таких людей значительная часть. Работающее население, да и пенсионеры, практически все имеют пластиковые карты и, соответственно, могут стать жертвами злоумышленников. В чем смысл нового закона, расскажет наш гость. Это заведующий сектором платежных систем и расчетов в Нацбанках Акасии Петр Шулбаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Действительно, уже стало обычным делом, когда человеку может прийти некая смс-ка, после чего с его карты пропадают деньги. Мы слышим о таких случаях. И что же государство придумало для защиты средств россиян? Теперь банк, если у него будет подозрение на то, что операция проведена мошенническим способом, имеет право приостановить операцию, заблокировать карту. Как это простого человека касается? Простого человека касается, что банк имеет право до двух дней приостанавливать операцию. Например, человек совершает какую-то нетипичную операцию. Банк считает, что возможно компрометация его карточки, что деньги украли. Он приостанавливает операцию, приходит человеку смс-извещение. Ваша операция приостановлена. Обратитесь в контакт-центр. Когда человек звонит, доказывает, что у него все нормально, и после этого банк разблокирует его карту, операция продолжается. Но здесь такой интересный момент. А как же банк понимает, что эта операция нечистая, например? Наоборот, может быть, что я совершаю нетипичную покупку или какую-то большую трату средств, но у меня операция неподозрительна, но у меня могут заблокировать карту. Могут. Надо понимать, что вот эти неудобства, они сделаны ради нас. А почему такое может быть? В каких случаях? Вот я говорил уже о том, что банки обмениваться будут информацией и обмениваются с помощью каких счетов, счетов каких банков проводились незаконные мошеннические действия. Первое. Если банк увидит, а у него есть база данных, конечно, мы понимаем, что не сидит там человек и все наши операции не пересчитывает, не пересматривает. Это процесс. Это автоматический процесс. Если банк видит, что списание идет на счет, который в этой базе данных фигурирует, база данных, счетов, которые используются для кибермошенничества, то он приостановит такую операцию. Раз. Также банк отслеживает поведенческие реакции, скажем, поведенческие реакции потребителя. Что вы имеете в виду? И вдруг процесс банки видит, что мы оплачиваем сумму 150 тысяч, что резко и явно выбивается из нашего поведения потребительского. Он может посчитать, да, что произошла компрометация карты, кто-то пытается деньги украсть. Он в наших с вами интересах такую операцию может приостановить. Ведь понятно, что лучше получить некоторые неудобства в доказывании, что это мы производили эту операцию, чем потерять такие деньги. А что я могу посоветовать? Если вы понимаете, что вам вот такие нетипичные траты предстоят, лучше заранее связаться с банком. Ой, это же неудобно. Согласен, но каждое удобство, оно имеет свою оборотную сторону. Тоже надо понимать. А на сколько дней имеет банк право приостановить операции по счету? Не более, чем на два дня. А вот это максимум, когда будут длиться эти годы? При этом надо понимать тоже, что вот не смог банк с вами связаться никаким способом. Это тоже возможно, да? Да, он приостановил операцию. Вы, например, где-то отдыхаете, либо вне зоны доступа. Неважно. Два дня прошло, он эту операцию проводит дальше. Что делать? Вот карта заблокирована, операция приостановлена. Нужно просто ждать эти два дня или можно связаться с банком и сказать, что все нормально, и он все разблокирует? Конечно же, сразу надо связаться с банком. Телефон банка нарисован, вытравлен на обороте банковской карты. Мы смотрим на номер телефона, набираем, авторизуемся в системе автоматической поддержки. И с оператором разговариваем, объясняем, проблем не будет. Вот уже с 26 числа сколько прошло, да? 20 дней, больше 20 дней нам не поступали ни жалобы о том, что банки злоупотребляют своим правом. Надо понимать, что банк совершенно не заинтересован в том, чтобы налево и направо блокировать всем их карточные счета, и блокировать операции, блокировать карты. Ему не нужны такие имиджевые потери. Это может действительно стать надежной защитой от вот этих мошенников? Я считаю, что это один из шагов, чтобы наши финансы были защищены. Для того, чтобы ваши денежные средства на ваших электронных кошельках, на банковских картах были защищены, надо выполнять самые простые, тривиальные меры безопасности. Как только у нас просят что-то большее, чем номер карты, сразу же прекращаем общение. Вот и все. И второй, я считаю, тот способ обезопасить себя. У нас у всех сейчас смартфоны, на которых установлено банковское программное обеспечение. Следите за своими смартфонами. Не ходите по сомнительным ссылкам. Не скачивайте все подряд. Вот вторая такая мера. Она позволит на 99% вас обезопасить. Слушайте, ну, тема, конечно, финансовая грамотность, она очень обширная. Пластиковые карты относительно недавно вошли в нашу жизнь. Я думаю, что пройдет еще немало времени, прежде чем мы все это узнаем и сможем грамотно со всем этим обращаться. Я благодарю вас за интервью и за то, что осветили эту важную для нас тему. Спасибо. Всего доброго.